Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. И я вот рассказывал, как некоторые маги потешаются над приверженцами одной парадигмы, которые за точку сборки принимают некую энергетическую доминанту на уровне какой-либо чакры. И в этой парадигме указывается, что это является уровнем развития человека. На каком уровне некая энергетическая доминанта находится, и вот эту энергетическую доминанту они называют точкой сборки. Я рассказывал, что мой друг Володя, который в моем французском воплощении был моим отцом, создавал 8 точек сборки. Ну, вот таких доминантов энергетических, и потешался над представителями вот этой парадигмы. И Володя часто говорил так, меряются они этой точкой сборки, как детсадовские мальчишки пиписьками. То есть, у кого больше, у кого круче, у кого где, да? Ну, вот это вызывает, конечно, ну, скажем так, некое снисходительное веселье. И много разных магов, которые реально обладают, скажем так, достаточно крутыми умениями, навыками, и даже, можно сказать, уже на подходе овладения ситхами, они, ну, скажем так, вот эту энергетическую доминанту ну, запросто могут менять. Ну, и тоже потешаются над приверженцами вот этой парадигмы. Вот, не нужно судить по человеку, о человеке, по, скажем так, нахождению так называемой точкой сборки, который, на самом-то деле, не является реальной точкой сборки, а всего лишь это некое энергетическое доминанта на уровне какой-либо чакры. То есть, это не является, скажем так, показателем и поводом для того, чтобы, вот, скажем так, снисходительно относиться к человеку, у которого энергетическая доминанта находится, к примеру, на уровне Манипура, либо Сутистана. Да, потому что маг, он сам это создаёт и потешается, да? Такие случаи довольно частенько проделывают мои друзья. Маги, реальные маги. На этом, до свидания, до новых встреч.